все что делаю это по приколу мы аристократы они чушпаны то есть ты согласен я с тобой абсолютно согласен во всем а зачем я занимаюсь этой профессией если ни одного нюца уже перебор какая маленькая камера sony хорошо снимает эта пленка видео проект снова где мы говорим о кино актеров и вообще обо всем о чем захотим и сегодня у нас в гостях привет лев зулькарнаев до актер театре и кино до звезда недавно нашумевшего слова пацана ну типа да да еще прекрасный фильм экспресс и мы о нем сегодня еще раз давай для начала представим кто сегодня с нами моя группа поддержки который выбрал из ваших обложек это ванечка инковский вот мой дружище это сашенька паль мой дружище и мой работодатель евгений витальевич прекрасно да ну положи их на место а конечно не надо их тревожить они молчаливы будут вот поддерживает они будут ставим да отлично мужики жарим да да мы о кино говорим как раз вот ты сам меня подвел к этой теме я смотрю много бэкстейджов прости что подвел выключаем камеру я смотрю много бэкстейджов по сериалу слова пацана и мне из всех показалось что у вас там такая очень дружелюбная была атмосфера у нас как бы на площадке это постоянная радость как бы и веселье не 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 в том смысле что мы глумимся там на темы о которой говорим или нас это как-то веселит все что происходит в сериале нет наоборот как бы мы были в состоянии творческой радости то что тот поиск который предлагал андрей николаевич то есть крыжовников тот когда тот поиск те ситуации тот способ игры настолько точный что ты как актер испытываешь радость ты как актер и раскрываешься ты как актер пребываешь в каком-то классном творческом процессе и тебя это конечно где-то вбрасывает миллиарды дорофинов потому что ты занят профессией в том формате о котором мечтал когда учился в институте в том формате за которым ты шел в эту профессию вот чистая безусловная радость игра пробы трудности конечно связи с этим когда ты может быть не попадаешь когда ты сам для себя не очень точен и ты сейчас ну что вот ваню янковского обязательно нужен первый план да обязательно вы с ним дружите как я понимаю да очень хорошо вот а вы до съемок сериале вы совместно бежели или вы вот а мы не были знакомы а даже так да скажи как-то произошло вообще но это произошло органично с течением времени с течением времени съемок ну то есть я кого не относился с как зритель до съемок пацана слова пацана достаточно скептически может быть не было там не все близко из того что я видел по актерски искренне об этом говорю но вот когда мы с ним встретились на площадке то есть он показался мне не показался он стал каким-то наставником даже в каких-то вещах для меня то есть были моменты когда я просто когда он делал что-то но настолько точно по внутреннему содержанию вайбу по своей пробе в дубле что я как бы играешь при этом пытаясь играть что-то свое просто смотрел него как зрители в моменте в кадре потому что это было вот как-то как-то действительно точно ты прости меня за что да просто прости мы же постоянно вместе мы варимся в этом у нас очень много совместных с сцены смен вот и как бы в этом отношении мы постоянно в этом варимся и постоянно как бы друг с другом и и много обсуждения кино профессии много его советов может быть я ему тоже что-то открыл и дал по-своему и вот какое-то такое от него наставничество было в этом отношении даже но и при этом конечно сопровождаемая очень теплым отношением и сложившейся дружбой потом окей раз ты сам которого уже подвел а расскажи тогда как вообще пришел то что как я понимаю когда тебя взяли на проект слова пацана ты еще учился на четвертом курсе университета слушай я закончил только-только вот как приходит ты только выпустился из универа и тут попадаешь такой вот сериал который о нем все в итоге говорят у него огромная реклама как как ты попал туда расскажи но я же попал туда не знаю о том как какой будет рекламой какой будет ажиотаж для меня это были рядовые пробы рядовые в том смысле что ну одни из конечно это была мечта с крыжовником поработать но в том случае что вот как бы один из этапов очередная работа хотя мы смеялись вот с иваном филипповичем о том что лежа на снегу в искусственной крови на холоде краном с камерой я повернул сказал ну по-моему вай культовая история получается то есть уже во время съемок но это мешать как шутку шутку так просто мы лежали в такой ситуации как бы телесно нелепые поворачивая по моему культа культовая история проходу не дадут то есть так шутку а потом а потом оказалось мы вернули друг другу этот мем и оказалось ну просто вот действительно так случилось ну про мемность скажем так какие цены которые расходятся на шоурцы на демотиваторы это что-то с 2007 я куда далеко ушел вот у меня например любимый из мемов это про вы все не готовы что это просто спасает мою жизнь потому что теперь в любой ситуации условно мы там договорились с одногруппниками все вместе написать билеты они не кидают их там вовремя и вместо того чтобы сказать ребятам как так мы договорились ты можешь просто взять и кинуть им видос вы все не готовы я смотрю на вас вы не готовы да вы не готовы все я на вас сейчас на всех смотрю вы не готовы сборище трещей о чем и делать то будем когда замес начнется тебя какой любимым из слов цена мем да это просто кусал таких мемов я еще не раз не видел чтоб человек так серьезно задумывался над словами что после вопроса со словом мем вот спроса такой я вспомнил вот этот мем вот много видел видео когда они воруют проигрыватель из дома и зима спрашивает у пальто ты про порнуху ты взял нет ну ты дебил вода взял позвонок нет кстати как тебе кажется какие сцены зимой были самые вот ну для тебя лично интересные но первые смены они были сложны когда ты ищешь персонажи тебя направляют вместе ищем какой-то тонн а дальше но ты просто уже не сложно сын то что ты знаешь как это делать на песках эмоционально было сложно и когда нас желтый зима и adidas там и марат приезжают навстречу к желтому а там выходит толпа сбивают режет ухо ты все смотришь там если наш у меня слов не было но эмоционально эмоционально было сложно да так пацаны остановились чего есть меня пацаны не извиняются нет в какой-то момент съемки они становятся в там и автоматическими в том смысле что ты уже принял на себя персонажа и ты знаешь как он все поведет в этом этом смысле то у меня же персонаж когда складывается он очень близко и могу в любой момент достать из кармана и использовать его я живу для этого выкристаллизовываю ищу это то есть этап какой-то начальной подготовки начальных проб в комнате репетиции первых смен как у меня у тебя ты был знаком с ну пока не мере по там общению с горя и он дай тебе рассказывали про героя который вот и играешь собственно в сериале и ты пытался тогда мне никто не навязывал прототип я от себя шел то есть это был соберете на облез зима то он не имеет какого-то авторов и может были какие-то люди которых но эти прототипы нужны автором я имею ввиду анрия николаевича имею ввиду но роберт помогал он был консультантом им нужен прототип для его написания мне для реализации этот прототип ну кто это же не пушкин и рахманина и ты тот кто знает каким был пушкин гим был рахманинов но только по описаниям сложнее когда конечно есть видео уже тогда те приходится снимать эти на делать актерское наблюдение туда понятно специфика но она не такая частая а тут прототип он исключительно сценарный он нужен им вот им нужен для создания сюжетной арки героя а мне для реализации не нужен то что-то прототипа никто не знает его знаю только это люди как бы из детства автор которых они когда-то видели ли что-то еще а мне для реализации он не нужен мы не пытались воскресить их воспоминания с детства мы пытались просто создать вот какого-то героя он был конечно собирательный в том смысле что я наблюдал какие-то и документальные фильмы и репортажи и видел этих ребят как бы со своим взглядом со своим вайбом внутренним и вот это пытался ну как-то понять нащупать вот ты как себе вообще в итоге описал этого своего персонажа зиму вот какой он парень он общительный необщительный он туда случайно попал в эту банду или это его было целенаправленное решение потому что у него довольно мало реплик вообще в сериале и поэтому он такой всегда присутствует но да 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 высокооплачиваемый массовка настолько наверно вот для тебя он какой ну в общем то такой как ты сказал он больше в себе пребывающий он как бы наблюдатель он ты мы даже мало что можем сказать о том что происходит в его внутреннем мире о том как он это смотрит и так далее но мы можем судить его по его поступкам когда он например кого-то не сдает да когда он пытается кого-то защитить когда он пытается кому-то помочь то есть тонтон раскрывается в поступках как добрый витальный гуманный справедливый человек несмотря на то в каком окружении он пребывает и он кстати вот его контрапункт он естественно часть этого окружения тоже жестокого живущего по своим законам стаи и при этом несмотря ни на что он сохраняет какой-то этот внутренний буддизм что ли какой-то печь покой но в конечном счете когда актер сталкивается биология актера с персонажем конечно толкается от актера и персаж вообще был другой персонаж был другой в сценарии и некоторые сцены принадлежали там которые вот отошли турбо они например надлежали зиме ну то есть когда сталкивается биология талантливый режиссер идет от человека от актера и преломляется персонаж и эти изменения в зиме которые произошли сценарий к фильму они связаны со мной зима была изначально агрессивный такой он как бы отшивал марата он там этим занимался я не спрашивал никто все самые смелые при братье вы по-моему борзели уже в конец молодежь давайте мы вас на возраст поднимем тебя кто спрашивал смелые при братье учета борзой стали молодежь уж вас на возраст поднять раз вы сами решаете кого казнить трубу все турбо то может не понимаю не улица по-другому воспитывала а этот персонаж стал более гуманный более витальный более легкий по вайбусу более добрый знаешь зимы да хотя изначально был совсем другого это вот связано с биологией живой как живой процесс съемочный загнул я честно так вообще не представлял мне казалось что сериал вообще как раз один из плюсов этого сериала в том что он не обеляет все это время не обеляет всех героев как не обеляет но она не делает их злодеями ну у них своя правда есть и кстати какая она вот по-твоему вообще вот в чем мы их правда их правда ну как бы в этой пацанской идеологии этих в правилах 100 этих группировок она достаточно но примитивно в этом смысле то есть это уже установленный пиратский кодекс и как установленный свод правило они просто тут выбор особо нету вот в чем дело потому что в этом смысл быть частью стаи потому что если ты не часть этого мира и ты не аристократ ты мы аристократ это не чушь паны их логика ну вот все кто не станет плебс вот и и в этом смысле как бы они живут по тем правилам которые вот который живет группировка и конец сериала конечно как бы показывает внутренний конфликт каких-то отдельных персонажей с этим сводом правил марат во всяком случае потом вовы я даже думаю те поступки которые пытаются совершить зима они тоже как-то порой могут но противоречить тому как по-пацански бы было правильно ну наверно есть ты говоришь про вот этот момент что он не сдал ну да в адидаса когда он извинился а если фашисты были ты перед ними тоже на коленях стоял бы извинялся не понял кто там извинялся да или пытается садить turbo когда тот пытается отшивает марата ну и так далее так далее я думаю что он еще в принципе способен уже в связи с этим на какую-то у него есть потенция как бы на какую-то другую другие еще поступки похоже вот но то есть и конец сериала он показывает как раз таки что есть закон выше пацанского и вот это для меня то ключевая мысль с хрена ли они свои то а живем на одной улице это сволочи сволочей надо наказывать и закон выше чем пацанского того что ты сказал мне мне когда я досмотрел мне покажу что слова пацана это серебра при то как скажем пацаны хотели быстрого быстрого уважения быстрого успеха и в итоге нашли только тюрьму вот и про в том числе вот эту мысль что если решать вопросы только насилием то в итоге все равно ты не ты не сможешь никогда быть как бы верховным обладателем насилия то есть в итоге тебя все равно кто-то найдется кто-то сильнее и как с главным граммом произошло что в итоге он дошел до тюрьмы и мне показалось это при а это сериал закон выше пацанского не этот внутренний как бы закон жизни ну то есть я как бы сомневаюсь в том что я правильно ли вообще живу но уже просто поздно сомневаться они уже совершили столько ошибок что наказание будет неизбежно так то ты вообще смотрел себя конечно окей точнее с этой призмы с этой как бы стороны я не смотрел для мяки другие акценты были важны зрительских но все на съемочной площадке считали что они снимают одно и то же дают то есть как ты у всех было общее понимание но какой-то с головой конечно да ну с отдельными частностями у каждого пляж по суще своей линии как бы у актера и каждый что-то свое несет но в общем конечно мы это было историю том как жить не надо поцать про это как я софи тоже просить вот и 90-х как и я не был восьмидесятых тоже не видел поэтому мне кажется любой молодой зритель который смотрит слова пацана его посещает эту вот мысль вот тогда было такое время тогда это было распространено и тогда это не было так дико вот на себя это примерял ты отвечал для себя на этот вопрос вот чтобы я делал тех обстоятельствах вот живи я в казани восьмидесятых я бы был вот пацаном или чушь паном опять же понимаешь тут они заложники своего социального как бы мира кто-то оставлен родителями потому что родители сами в еле выживают такой перри перелом до исторический тот не находит себя ну как разной социальная как бы вот и истории мне повезло родиться в тюмени и я совсем был от этого далек вообще даже дворового пацанского то есть в этом смысле я был чушь паном и ну с точки с к в категориях группировок а окей да и в казани бы я был наверно чушь паном из степи родился в тех же обстоятельствах что и в тюмени я жил то есть мне было интересно другое как бы творчеством в основном занимался ты же вроде с детства пишет стихи да это правда и ты дать поэтому занимаешься конечно ну я это тачу совершенствую сейчас как бы с этим сложнее потому что времени на это не очень хватает в связи с занятостью но а стихи требуют все-таки какого-то отдельного для себя вакуума но у меня а вот данные продолжают и я иду к сборнику я стремлюсь к нему можно просто прочитать хотя бы одно какое-нибудь из последних может быть своих стих творений не последняя но августовская то уже после съемок слова пацана но до популярности халкидики прозрачная вода в которой видно рыб и собственные ноги и на песчаном дне волнистые дороги и также видно как твоя судьба по этим вот дорогам извиваясь ползет как покалеченный солдат в траншеи оставляя красный след и нет уже врагов да и снарядов нет и он ползет тихонько наугад в свой очень дом обратно возвращаясь настолько здесь прозрачная вода что видишь все свои забытые ошибки от них не денешься конечно никуда но вот сейчас они уже не шибко тебя курортника больного тяготят настолько это теплая вода настолько просто смыла все она тюмень москву и всех почти ребят так утомительно всю жизнь себя стыдится пора уже наверное полюбить и может быть тогда тебя полюбит и дочка рыбака весной на юге и боженька и весь небесный скид и мимо прилетающая птица и я как мокрый мальчик черномор ступлю на эту каменную сушу и выжму и отдам сырую душу а для меня взамен пусть будет хор и текст такой во славу аллилуйя ты снял с себя гнилую кожуру но ты и фрукт мальчишка маракуйя теперь давай ложись и поутру отправишься куда глядят глаза но только прямо прямо не назад далекий путь аллеи кипарисов босой пойду по белому песку и там в конце фигуры в белой рези уши ты золотом нальющимся шелку уже не подкаст шоу телевизионные но что так мне на самом деле понравилось но она она так идет знаешь потоком сознания не надо поэтому на слух как будто не все улавливаешь вот ну конечно был бы секс и конечно воспринимать да конечно вот да ну и как вот в рамках всего этого себя как бы переосмысляешь тоже пытаешься переделать себя потом понимаешь что вся не переделаешь ориентируешься вот как поэтом ты кого-то держишь в качестве примере ну ты знаешь бывает там периоды когда ты зачитываешься кем-то это наверное больше актерской природы работает и зачитываешься кем-то и волей-неволей его повторяешь его ему вторишь в стихах вот так я очень люблю левитанская вот из последнего прямо актуально ну вот именно левитанские вот это для меня последнее открытие он невероятно вот он в меня попадает просто и там такая кристальная простота есть а за кем может быть как ты думаешь нужно следить вот из актеров которые с которыми ты учился или например там из последних своих работ с кем ты вместе играл вот и за кем нужно как тебе кажется вот вот за кем стоит будущее в профессии ну я не знаю я как бы во первых сам себе чувствую потенцию для каких-то таких реализаций то есть они за тобой следим хорошо да но не знает он может быть не очень скромно прозвучал но что я же только этому стремлюсь значит зачем я работаю вот но мне что далеко ходить не очень интересно было посмотреть сейчас за грузилим в мини каем который марата играл вот как у него появится что очень не страшно нравится грузили как актера особенно в этой роли его к эта легкость мне очень интересно посмотреть вот насколько он может быть еще разный другой моя подруга близкая даша верещагина она сыграла алису селезнева сейчас а в нового летом еще раз да а вот он скоро выйдет мы однокурсницы я бы очень хотел чтобы у нее все пошло 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 сейчас тоже очень мне нравится как актриса она очень точная она очень понимает свою природу вот внутреннюю актерскую как-то с ней может работать у него ваня янковский тоже а что ваня ну у него все хорошо но все прекрасно да у вас есть новый багров уже да пожалуйста мне кажется он первый первый ваня янковский это цене да мне просто не знаю может мне как зрителя так показалось что вот в сериале было как будто четкая такая отсылка к собственно к главному герою багрову даниле избрята что же парень вернувшийся после войны и как раз в этом была задумка сделать такое противоречие что у него на словах персонаж такой жесткий что как бы чувак такой вернувшийся с афгана еще и главу гряза района который все только упоминая его имя все уважают уже марата просто потому что он его брат вовы адидаса а потом появляется янковский который весь такой хрупкий такой весь с этими усиками то есть мне кажется это наоборот на таком противопоставлении но я не вижу в этом хрупкости но я вижу в этом объем вот я потому что мне кого-то там в этом же и интерес что персонаж как бы вообще как я шел через опыт который как будто чисто внешне ему не соответствует ну и это круто что-то как бы в этом есть в этом есть сложность в этом есть объем в этом есть отпечаток какой-то породы в лице какой-то другой жизни которая почему-то живет вот так этот человек вот он как бы может быть не предназначен для вот для такой жизни поганой а вот но он такой и в этом как бы смысл что очень много талантливых классных ребят из то что я реализовываешь ли туда шли по этой дороге для меня такой же по криминальными да для меня это такой объем как бы ну для меня все все складывается случае с ваней янковским при этом его финал кстати вот при ваней янковского говорили его финал это это единственный персонаж у которого прям очень сильно поменялось в новой версии ну в той который видели зрители а финальной серии есть его диалог вовы адидаса с отцом который выиграет брюнов и он ему говорит такую фразу что как вы убиваете а он он как-то он как по-другому сформулировать в стиле да как же у тебя вот всегда что-то что-то же одессу детство вспоминаешь а как ты выстрелил ты просто нажал или что-то подумал сначала не знаю может вспомнил что-то из детства мне показалось что этой сцены мне хотят сказать создателя что вова адидас вернувшись с афгана оказался абсолютно брошен что его родители даже не задумывались что он там прошел и поэтому он может ему задать такой вопрос абсолютно забыв что он был на войне где он вообще убивал людей каждый день и то есть когда он вернулся с афгана ему такой вопрос не задавали типа как же у тебя повернулась у как же ты смог да а тут когда он убил каких-то бандитов как бы ситуация вроде бы похожа ему это вопрос задают я подумал что эта сцена при этом насколько он брошен родители не знаю но тут же конечно же вот и другое отношение когда это в рамках там войны в афганистане и когда это в рамках нужен житейской какой-то ситуации да ты же все равно разные правила игры разные локации очень разные отношения к не очень нравится эта сцена с бурновым который мы говорим мне очень нравится что никто не пришел во первых на день рождения что и он так точно это просто сыграл кто именно брунов и ваня как бы как как вы убиваете какая-то даже другая вертикаль возникает в этом его интонации не просто что-то пытается задать вопрос даже не не важно ответ ему не кажется не важен он герой ему территорический вопрос как как вы убиваете ты что ты с детства представляешь как вы убиваете для меня это вот режиссерский наоборот очень точный точный ход и искренне я знаю как работает андрей николаевич чтобы зритель заплакал он сам плачет когда это пишет условно говоря этим более много я вспомнил режиссеры жарки жопникова что как я понял тебе тебе ты был очень вдохновленный работой с ним и те показал что он большой художник это так и он большой друг а а даже так что подружились во время съем да мы испытываем другу какие-то очень нежные чувства чуть чуть поясни чтобы стало ясно по-человечески просто есть какая-то человеческая просто близости симпатии просто у вас разница в возрасте условно ты говоришь человеческой близости то есть вы можете пойти там не знаю кофе выпить в рандомное время или как можем жарки жопников да но он мой учитель он мой наставник мы с ним очень близко как бы мне он безумно нравится я думаю что он испытывает ко мне вот ту же самую нежность ему как-то не очень хорошо по-человечески она и хотелось бы на этом будущем еще с ним проработать не был уже изговорив с ним об этом там вот у меня встреч проект есть там наметки типа ты точно конкретных разговоров не было но нам бы хотелось вместе поработать еще конечно конечно прекрасно при этом ты сказал ты пишешь он как бы твой творческий отец но как обняют твой полноценный год фазы твой полноценный дебют и буфиме экспресс и да и кстати это фильм который был дебют как и меня для всех и для разы его слона до для режиссера и для оператора да это не рождало каких-то моментов когда вся команда такая неопытная наверняка были какие-то случаи когда все пошло не так нет ты знаешь потому что этот проект и простой и к руслану я брата успеют ту же самую нежностью конечно человек который много для меня сделал судя с этой ролью в профессии как бы дал такой толчок поскольку это был дебют и все тесно к ним подходили и в нем была эта энергия дебюта энергия свежести но вот руслана он очень тщательно подошел к подготовке он все мы буквально сняли фильм до начала съемок мы ездили туда репетировать снимали пробы на камеру на телефон и так далее то есть решут это помню да 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 скаут а это что такое но поездка а когда на прижимками вы едете на нашим локацию да где будет снимать и все изучали готовлю да да но вот здесь было ты было это счастье и репетировать искать персонажа задолго да и пробовать и пришут и делать да вот и в этом смысле было легче гораздо но и это лишило нас форс-мажора мне честно было как зрителю просто интересно вообще встретить фильм потому что я до этого тебя видел только у сериала слова цена а тут я смотрю и там вообще другой герой он обаятельный он резкий дерзкий он за словом карман не полезет но при этом мне как будто не до конца было ясно в итоге прошло это кино то есть я понял что это клево что она магическая абсурдистская но то я в итоге посмотрел вот это вопрос который у меня не я не нашел ответы когда смогли вот как тебе кажется при что это был вообще экспресс ну то что я транслировал да как бы и нес как тему персонально это вот очень хорошо васю степанова знаешь сеансы главредным до кинокритика конечно конечно знаю вот он очень точно сказал в каком-то вот своем разборе фильмы счастье дословно вспоминаю что делать с судьбой подтвердив ее благосклонность там же не ясно в конце подтвердилась благосклонность не важен для зрителей которые не смотрели фильм экспресс а экспресс фильм поисущая главным герою который выиграет лев и говорит говорю говорю и весь сюжет фильма крутится вокруг парня который одержим ставками на спорт и он потерял билет который как ему кажется супер выигрышный фильм о том что вот возвращаясь просто к фразе васи вот этому парню сосу который живет вот в таких обстоятельствах да в этом горном кольце безвылазно прожигает свою жизнь там наркотики ставки денег нет он сирота гонит из института он не учится как живет зачем живет вообще непонятно не рефлексирует не как о своей жизни и вот ему выпадает какой-то призрачный шанс что может быть он что-то выиграет и начинает играть эта ставка очень характерно что он до карты вообще теряется самого начала вот и то есть и конкретно мне предлагается вот те на миллион но возможности этого миллиона предлагается и вот как бы задается вопрос этим фильма а ему вообще сосу нужен этот миллион то из-за него миллион это же какая-то знаю абстрактная мечта вырваться что ли из города подняться как-то да обрести какие-то там деньги что-то еще а он даже как бы не пиа как этим распоряжаться он этот миллион уже раздаривает еще не вы как бы раздает не выиграв никому я те там закинует столько денег эти столько денег если поможешь каждому встречному говорит поехали чё ты даже если дает экспресса тебе просто так десятку да честно у него еще пытались отнять там в тюрьме вот эта сцена даже кстати выглядит натурально все эти зайки которые один из них сидел в этот который а это это не актере да там почти не там очень мало актеров фильме стоит есть в сцене где ты попадаешь в тюрьму твой герой там не актеры там реальные зайки но один из них язык и извиняюсь я могу покричать чуть-чуть это тебя что да ну иди конечно кричи ты чё и не делать погоняла у тебя какой он прикольно тебе решать заряне мне потом сказали а то есть теперь еще говорит сейчас будет краса сэнери давай да 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 ты начинаешь играть и ощущаешь что но не наоборот не то что не так как-то я прям чувствую что не комфортно себя слишком реалистично ну да и как персонаж и должен в общем-то себя чувствует а то есть решать специально не сказал что ты как раз был я думаю же ситуации растерянный как вот молодой манья думаю дам тюрьму музей кстати вообще вот эта тема с составками с вот этим азартом выгорит не выгорит тебе это близко ты сам когда-нибудь вообще на спорт ставил ставлю периодически сейчас сейчас бы сюда конечно и в казино езжу играть периодически но я в минск люблю ездить и как ты часто это делаешь последний раз вот два дня назад был до ничего выиграл что я не часто это делаю я делаю это как вот какие-то доступные уикенды выпадают не каждую неделю там раз может быть три месяца в полгода раз в гонораре от слова пацана даже не прилетел и поехал нет но это совсем не часто но мне нравится это дозирование когда я редко что я не игроман вот но мне нравится иногда вот отпустить головы в этом как бы азарте по присутствовать своим организм а ты один ездишь или ты с друзьями там там за друзьями иногда с папой вот с папой да у тебя папа поддержит это все то мы просто очень близкие друзья ему там что вот такого там съездить поиграть в рулетку например с папой ну да мы абсолютно абсолютно в этом смысле ровесники а у тебя не было кстати вот это как у часто творческих людей что летельки вот сначала нормальную профессию получил меня поддерживали изначально а то есть они такие идеи в гейтис там мозг конечно конечно мне очень сильно поддерживает офигеть сюда везло тебе с этим нас очень повезло крутяк крутяк какое кино ты бы назвал как лучшее вот по твоему исключительно мнению чтобы просто поднять все настроения вечером что тебе нравится что мне нравится мне нравится мне нравится бёрдман бёрдман да это мой любимый эти тут очень поддерживаю я смотрел и раз двадцать если не будешь я тоже это самое моё наверно важное кино моей жизни потому я тоже мой первый поход серьезный в кино а и он вышел полно 2014 году как раз было наверно или 14 или 13 даже тогда лет я помню как я пошел в кино на бёрдман и просто обалдел то что это был первый фильм когда я вышел из кино театра и понял что кино это не просто развлечение что это настоящим на искусству который может изменить меня вот у меня вот такие это для меня это очень важно это правда это и для меня он важно потому что я очень себя с ним соотношу я думаю что это даже как бы этот фильм это и есть я но там кино призабытого актера не только нет это самый как бы вверх надо повернуть да там гораздо все глубже сложнее в том смысле что он в общем-то про эту профессию в общем-то про и про разные грани людей и которые ты профессии занимаются про разную степень их переживания это фильм вообще в принципе там про успех про его цену и так далее так далее то есть такая для меня это вообще библия профессия вот так и очень много каких-то переживаний и мыслей которые есть фильме и модели поведения я как-то в себе даже открывал отражал порой сейчас еще плотнее меня связь с этим фильмом за истика не может быть роль мечты ну может быть легче будет из уже написанного или уже с кем-то сыгрен вот герой нашего времени лермонта ухты кстати мне легко тебя представить печорина вообще да мне кажется у тебя есть такая противоречивость какая-то давняя мне бы хотелось это попробовать сама-то как будто реализуем и легко да ребят посвятитесь организуйте по не хотите я сам сниму я знаю ты учился же на режиссера гиде да не на актере да почему так вышло что ты в итоге ну пошел по актерской стезе они пришел что я шел на актера поступать у меня это не получилось может в силу знают того в чем с тобой коллеги а давайте назовем это вслух наконец-таки что мы обсуждали за кадром просто проречим оба очень сильно картавим и поэтому вот как раз я на нашли картавишь а я грассирую у меня тоже гиасирующая она секундочку вот не надо вот как раз мы снова можем это обсудить первые мне попался гость которым я могу поделиться этой болью пытался ли ты исправить и заставляли тебя в детстве исправлять картавость но в детстве какие-то попытки были с логопедами но они как-то у меня обрывались то есть они заканчивал это в институте мне тоже говорили что надо это исправлять и был у нас логопед я с ним занимался и в институте по итогу тоже забросил не дошел до конца и как-то все вокруг с этим смирились как бы был такой тонкий момент я будучи режиссером не сдавал там какие-то экзамены актерские которые бы в которых бы я точно провалился я не обладаю дикцией вот такой который наверное должен иметь актер по чем-то представлением может быть и не обладают такой пластичностью актерской я не очень хорошо пою вот такие базовые навыки но это все как будто после время поменялось к этому отношения в индустрии даже это заметно ну то есть ну вот я картавлю во первых вот какие-то понимаешь когда ты постоянно в работе и у тебя выходят фильмы и у тебя со временем накопится как бы какая-то узнаваемость популярность и тебя соответственно принимают таким какой ты есть как-то спокойнее становится ты уже не обращают меня тоже раньше парила что я какой-то худой неказистый шли картавлю что я там это что-то еще что я очень много чего не умею и не могу и мне не хватает блин воли взять и научиться этому а потом вот когда снимаешься ты только в потоке работы и зритель как бы тебя принимают таким какой то есть ты понимаешь что так они тебя принимают за эту за твою вот такую как бы какую-никакую индивидуальность и ты просто вот сам тоже свыкаешься с этим вместе со зрителем ты свыкаешься с тем что ты вот какой-то не такой у тебя нет и не подходишь под эти стандарты ремесла нет и просто еще кажется что тренд и в кино во всяком он не только в кино он просто социокультурный какой-то тренд выговорил да когда ну все сводится задник минимализму не к упрощению к ну максимальному естеству то есть людям позволяют те системы те рамки в которых приходилось человечеству постоянно жизни постоянно менялись и меняются но как будто человечество стало само себе позволять быть таким какое оно есть я имею ввиду индивидуальный каждого индивидуально ну то есть вот это тренд на то что ну вот такой вот тренд на это ну вот я вот такой вот он тоже как-то во многом прослеживается сейчас в кино и много где вот мне не нужно мне не нужно угадывать каким вы хотите меня видеть как как я буду максимально удобно варим вам в каком воплощении вы пришли ко мне в гости я буду ходить фартуки на голое тело так чуть-чуть ты когда вот это я сказывал свой облиц про фарту ты имеешь ввиду так должна выстраивается коммуникация между актерем и зрителем да да но чуть чуть сложнее в том смысле что не просто коммуникация какой хочу такое я там а ты там тыры пыры нет коммуникации в том смысле что я уже наверное не столько интересно смотреть на маски и воплощенные какие-то образы и персонажи сколько на личность я хочу поделиться с вами своими переживаниями и своим взглядом на этот материал через этого персонажа и еще из нашего блица ты уже ответил к бердману как любимый фильм какой фильм тебе кажется лучшим с точки зрения киноискусства то что бердман субъективный я понял что тебе это близко это про тебя совершенный фильм сорентина сорентина а что именно ну и великая красота и молодость и молодой папа неожиданный ответ мне близки такие отношения с богом как были у него мы же говорим про моды по первый сезон где дал мне казалось у джуда лоу он там только концу сериал вообще приходит к верю он весь сериал никогда так нет и близко мне из мне поймите петр тоже не трижды отрёкся и суть как бы в том что ты и ты ищешь ты сомневаешься ты отказываешься ты не веришь ты не находишь ответа тебе никто не отвечает ты слаб но ты иск искренне пытаешься пробраться снова и снова и вот этот путь сомнений путь потери путь нового обретения для меня гораздо искреннее чем голая и слепая вера и вот этот путь проходит лени биларда да по лени биларда да ладно вот этот путь он проходит и мне это близко я сейчас сначала постеснялся на тему верить с тобой с тобой говорить что подадут как слишком темно ты просто все всю нашу беседу сидел с четками я долго к этому шел и просто столкнулся с глобальным внутренним кризисом какой-то момент нашел выход там сначала очень был подвержен слепо ритуалом и так далее так далее но ты слепо там конечно важно но потом там изучал много шлем она отца меня и вот они мне как-то и евангелие естественно это самое главное и вот это все как-то переоткрыла мне какие-то вещи вот в плане веры ну ладно у нас не очень задался blitz вот поэтому я обернусь к нему раз из вас кире то что сейчас номинированная научный хотя бы ты смотрел что не знаменат а вот эти все не цветочной луны с дикаприо ты вообще вот это я ничего не смотрел просто так много этим занимаясь последнее время что мне очень тяжело снатретом посерима у смотришь кино я смотрю только документалки в основном а про что она кстати да какие документарки советы да разные счастливым спасибо советую где сейчас я скажу мне тяжелее стало вот художественное смотреть произведение зрительски не знаю мне как-то уступают они материи жизни меня больше как бы документальные истории цепляют а сейчас и время как бы настолько меняется что вот его его правдивость как бы она мне важнее цене чем художественное высказывание вот на в данный период просто времени хотя в один документальный фильм от который ты последнюю что смотрю на я чуть сейчас да скажу сейчас сейчас а скажу скажу секунду я почти нащупал дай мне секунду-секунду конечно да я вспомнил окей у нас теперь такой ребята девчонки роды это больно так конечно конечно это документалка которая была на санденсе называется он послушай меня марлон listen to me марлон это прямо марлон гондо это аудио дневники которые марлон брондо вел всю жизнь скомпилированный в один фильм с видеоматериалами естественно его хроники и 2 это конечно когда документалка жены стэнли кубрика про апокалипсис сегодня апокалипсис кинематографисты стэнли кубрика фрэнсис форда копова да я сказал кубрик но я про всех случаях я оговорился я оговорился конечно это фрэнсис форд копола жена копола снимать снимать на фильмы апокалипсис кинематографисты про съемки этот причем смешно они в апокалипсисе кинематографисты обсирают марлона брондо потому что говорят что мудак который ничего не читал материал не знает тексту импровизировал вообще вообще было абсолютно насрать на то что мы тут делаем и марлон брондо своей документалки рассказывает какой мудак кополы это документалка марлона вот это путь артисты которые искал учился пробовал перевернул напрочь игру из выход выхолоченного голливуда создав абсолютный новый привнеся интуитивный сермяжный способ существования актеров кино приблизив его к естеству то что потом развивал ну как бы уже там и де ниро и хоффман и про то как он пришел к абсолютному разочарованию зрителях индустрии и даже в профессии ну брендовать мне кажется копия супер радикальный подход с алюзийской игре и вот мне вот мне близко вот это вот этой моей теме текались нет актерские актерский путь актерская стезя вот это для меня сейчас актуально и все документалки и книги профессии связаны с этим вот посмотрите это очень личностная работа вышла круто но и пока лишь кинематографисты для тех кто любит кино и для тех кто персонально любит апокалипсис на вот это конечно вот с этим и тоже один из любимейших фильмов я тут скажешь кино при меня и света в тень перетекая конечно примена вы тоже об этом прекрасно я считаю это именно тот момент на котором наше интервью наш подкаст должно и закончится потому что это лучшая . да спасибо тебе большое тебе спасибо очень приятно спасибо спасибо и пересняли концовку дорогие зрители вы могли оценить да не неплохо сыграл словно на второй сезон ждите